Слава нашему Господу! Я буду читать из Евангелия от Марка, 10 главы, со стиха 46. Приходит в Ерехон, и когда выходил он из Ерехона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев слепой, сидел у дороги, прося милостыню. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого, и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Рассказ о встрече в Артемее с Иисусом – довольно известная история. Но я вот эту довольно известную историю решил употребить для того, чтобы рассказать о некоторых вещах, которые имеют практическое значение для нашей христианской жизни. Во всяком случае, для меня. Я на чем хочу остановиться, вот чтобы это было полезно, практически применимо. Самое первое. Я утверждаю, что в жизни нет ничего бездуховного. И в жизни физическое, духовное идут обязательно вместе. Господь сотворил из невидимого видимое. И словом уст своих – это духовные вещи, и невидимое, как его назвать трудно, стало материи. В нашей жизни, еще раз повторяю, ничего не бывает такого, чтобы не имело начала, не имело причины, не имело корня в духовной сфере. Второе, что я хочу сказать, о чем хочу говорить. Любые трудности, которые мы переживаем, имеют возможность разрешить их или имеют решение. Обязательно имеют решение. И, наконец, третий вопрос, которым я хочу уделить внимание, – это что значит прозреть? Давайте мы посмотрим на этот эпизод встречи Вартимея с Иисусом. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, у Вартимея была ли какая возможность помочь себе или не было? Как вы думаете? Если посмотреть внешне, то, конечно, как ты сам себе поможешь? Это уже хуже нет – без глаз не видеть. Правда, люди как-то умудряются, живут без глаз, без зрения, вернее. У меня двоюродная сестра прожила долгий век. Она, правда, неверующая была, но жила одна, поддерживала чистоту в доме и сама готовила и картофель чистила. Я никак не могу понять, как это было возможно. Но это было. Но, оказывается, несмотря на безысходность состояния или ситуации, у Вартимея была возможность помочь самому себе. И он эту возможность использовал. Когда он услышал, что Иисус идет рядом, он начал кричать. Почему? Он знал, обоисусе слышал из рассказов, что это тот человек, который может помочь. Естественно, он эту возможность не упустил. А ведь можно было усомниться, можно было промолчать, можно было послушать людей, которые «замолчи» говорили ему. Но он эту возможность использовал. Вы знаете что, братья и сестры, я теперь от этой истории хочу перейти к практической жизни. У нас у каждого есть какие-то проблемы. И чаще всего эти проблемы касаются нашего здоровья. Я не раз замечал в нашей церкви, когда приглашали к молитве об исцелении, где-то выходила, ну, одна четверть церкви выходила молиться об исцелении. Я думаю, Боже мой, ну, когда же ты нам поможешь? Или когда мы уверуем в эти проблемы? Ну, я один из тех, которые тоже имел и имеют проблемы. И я вот вспоминаю, вот свой случай, когда я заболел в 2005 году. Три недели я пролежал в больнице, выписался, улучшения нет. А жить-то хочется. Как каждому человеку. И у меня вопрос. А почему такое со мной случилось? Ну, есть же какая-то причина. И вот однажды едем мы в машине с Макаровной. Вот, вы ее некоторые помните, большинство помните. Я говорю, давай, сестра, помолимся. Ну, и совершили молитву. И Господь говорит, не допускай переутомления, ни физически, ни духовно. Потому что приходит дух немощи и приносит с собой болезнь. Вы знаете, внутри я как-то возмутился, не согласился, но промолчал. Ну, как же выступишь против человека старшим возрастом. Ну, еще это же сосуд как-то, надо с уважением относиться. Вы знаете, что? Было сказано, что и потому дана тебе остановка. Проходит время, я нигде не могу выехать. Нигде не могу послужить, хотя меня приглашали. Проходит еще время, живу, и вдруг я получаю такую информацию, что есть все-таки дух немощи. А я-то об этом не знал. Он вызывает понижение иммунитета, берет с собой еще других, и они работают в ослабленном органе или в ослабленном теле, по-своему удручая жизнь человека. Вы представляете, братья и сестры, у нас есть возможность получить ответ на жизненные проблемы и помочь самому себе, если постараться вопросить Господа путей много и поступить так, как сказано. Благослови нас, Господь! И многие из нас, верующие, пользуемся вот этим способом. И я бы вам советовал, если случаются какие-то трудности, какие-то проблемы, не отчаиваются, многие настолько уже горюют, беспокоятся, что уже все, оказывается, ну не все бывает, не всегда так бывает. Еще. Чтобы помочь себе в трудностях, есть возможность применить святое Божье Слово Писания или опыт других людей. Что это значит? Прошло 17 лет после того, о чем я вам рассказал. И так вот с юмором рассказывая, хочу сказать, что у меня хорошего человека стало много. Но, естественно, у хорошего человека, когда его становится много, и проблем становится много, проблем со здоровьем. Я пошел по врачам, даже в известную клинику попал. Что я там узнал? Предложили мне методы лечения, вот, рассказали, что и как. Я прикинул, одно исследование, только полторы тысячи наших белорусских денег. На мою пенсию это многовато, конечно. А последующее лечение это еще больше займет. О, Господи! А что делать? Я, конечно, молюсь. И вот приходит на память такой случай, когда я был в одной церкви. И эта церковь практиковала тогда пост Даниила. 21 день. Смысл этого поста заключался в том, что в течение 21 дня никто, конечно, это добровольно было, не принимал пищи животного происхождения. Я попал на последний день, побыл у пастора на обеде, мне так понравилось, так вкусно, так красиво. Оказывается, можно и без мяса жить. А я-то всю жизнь работал на мясокомбинате, ну, и почти каждый день мог, имел возможность, ну, практиковать его, применяя пищу. И вы знаете что? Я как-то привык к этому. Добрый, как же это все, думаете? Нет, не все. Вспоминается еще одно. Святое Божье Слово. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и заботами житейскими. И я понимаю, что хорошего человека становится много, когда... Хороший аппетит. И есть что на столе стоит, и есть что вкусить, попробовать. Не только попробовать, но и хорошенечко отведать. И вот я в тот момент, понимаете, что потревожили меня вот эти две вещи. Вот этот пост Даниила, и вот это, ну, ограничение в пищу. И я решил попробовать. Соединил два эти метода, и удвоил его в два раза. Если пост Даниила был 21 день, то я побыл 42 дня. В результате пропала необходимость посещать врача и искать дальнейшей помощи. Я чувствовал себя гораздо лучше. лучше. Но вы понимаете, что? Вот какая интересная вещь у человека. Когда ты один раз научился, то это не значит, что ты будешь держаться этого дальше. Для того, чтобы поддерживать себя в здоровом состоянии, для того, чтобы не попадать в проблемы, надо держаться ограничения во всем. Во всем. И в пище, и в желаниях, и держать себя дисциплинированным. Стремиться к тому, чтобы заниматься больше освящением, чтобы чувствовать духовные вещи больше и больше, и практиковать это в своей жизни. Когда я думаю об этом, вы знаете, что, дорогие братья и сестры, мы же живем в мире и многое замечаем. В этот момент, когда я проходил этот период, я узнаю, что православные люди два раза в году практикуют посты длительного такого такого срока. И они тоже не кушают никакой пищи животного происхождения. Изредка только рыба и еще что-то. До конца я не изучал. И когда я вдумался в этот момент, сравнивая все, что в практике люди делали, что говорит об этом наука грамотные люди, я понял, что это очень правильно делали. И вот эти длительные посты в тот период, да и сегодня, производят положительное действие, которое носит название оздоровление народа или нации. я иногда вот сталкиваясь с проблемами верующих людей, которые пытаются найти решение этих проблем, помощь получить, задаю им вопрос. Сестра или брат, сколько ты постился о своей проблеме? Постился ли вообще? Ну, постился, а сколько? Ну, день или два или три. Я говорю, брат или сестра, и ты хочешь, чтобы после этого ты так легко получил ответ, ты даже не напрягаешься, чтобы, не пытаешься, чтобы оказать себе помощь. Знаете, что, дорогие братья и сестры, многие верующие не практикуют пост в своей жизни. Мой сын в новой жизни нашего города, в церкви новой жизни, и он рассказывал такой случай. Однажды мы рассуждали с братьями, пришли к заключению, что наши верующие не постятся, и приняли такое решение. Каждое богослужение, кто бы не проповедовал, в какой бы день это не было, среди будней или воскресенья, в течение месяца проповедовать только о посте. И в результате после месяца вот таких проповедей и слышания Слова Божьего, люди начали рассказывать свидетельства. У них богослужение происходит следующим образом. После песни прославления короткие свидетельства, потом короткая проповедь, а потом уже пастырская проповедь. И вот эти свидетельства выходили люди, рассказывали, что они пережили после того, как начали практиковать пост. И я вам скажу, братья и сестры, мы многие пренебрегаем этим вот благословением, которое предлагает Господь. Иногда мы платим большие деньги, чтобы улучшить свое здоровье, в то время, когда можно без денег, не надо платить за то, что ты скушаешь, расходовать деньги, и ты будешь оздоровляться. Но я вам скажу еще такую вещь. Я практиковал пост не однажды. И 21, и 16, и 10, и 7, и 2 раза в неделю всякое. Но если человек практикует пост без молитвы, то это обычное голодание. Верующий человек должен практиковать пост, то есть отказ от приема пищи, вот, и с молитвой ожидаем милости от Господа. Я бы вам не советовал практиковать длительные посты, или практиковать чистый пост, или сухой. То есть отказ от приема пищи и воды. Потому что многие люди после таких постов приобрели себе проблему желчнокаменной и мочекаменную болезнь. Вот после таких постов без воды еще. Я вам советую делать это, вот, если вы хотите поправить свое здоровье, если вы настроены духовно, вот, изучите эту тему и потихонечку, разово в неделю сделайте пост постоянной практикой, один день, с молитвой, и вы улучшите свое состояние физическое, и вы улучшите свое состояние духовное, но только с молитвой. еще, дорогие братья и сестры, есть один момент, такая возможность, когда мы можем получить помощь или в трудных проблемах, или помочь себе в трудных проблемах, услышав совет со стороны. Я привожу пример. У одного брата случился серьезный диагноз. ну, он верующий, настоящий, такой ревностный. Он решил, что я буду поститься и молиться, чтобы победить вот эту немощь. Конечно, он начал это практиковать, но поскольку это состояние его здоровья начало ухудшаться, и начались боли, пришлось ехать к одному врачу. Тот врач выслушал и говорит ему, требуется операция. Он ему тоже говорит, я буду поститься и молиться, и Господь меня исцелит. А он ему говорит, вы верующий? Да, говорит, я верующий. Говорит, я не знаю, как будет, но мой опыт врача говорит, что если не сделать операцию, вы умрете. А самоубийцы царство Божие не наследует. И пришлось этому человеку, поскольку болеть начало больше, прислушаться совет врача и сделать операцию. Дорогие братья мои, сестры, я хочу предупредить многих верующих не пренеброгать врачами. Бог дал знания мудрость врачам. Но подойти к этому молитвенно, не строить вот что-то, достигать цели на собственном упрямстве. Иногда это приходит к большим проблемам и к беде. Так вот, понимаете, что, когда человек в трудностях может получить ответ, совет, помощь, через Слово Божие, через пророческое Слово, через Советы со стороны, то человек, даже верующий, прозревает во многих отношениях. Но есть еще одно прозрение, о котором я хочу сказать. Сейчас уделить еще немножко внимания. Что такое прозрение? Прозрение это не только получить вот временную помощь и дальше жить, ну, как получается. Помню одна сестра просилась ко мне на душепопечение, я ее принять не смог, уговорил, поедем на курсы по душепопечению в Минск. И вот там после прослушивания темы прощения, она вышла в коридор и просто с радостью давай меня обнимать. Слава Богу, спасибо. Я говорю, что произошло? Оказывается, она заболела, серьезно заболела, потому что не могла простить своего мужа и свою свекровь. Как только она прослушала эту тему и искренне простила своего мужа и свекровь, она тут же исцелилась и продемонстрировала, что она здорова, то есть может делать то, что раньше не могла делать. Она прозрела. Но есть другой вид прозрения. Смотрите, что произошло в случае с Вартимеем. Он написано прозрел и пошел за Иисусом. Он прозрел, получил помощь, освободился от своей трудности, проблемы, он стал видеть. Но кроме того, что он начал видеть глазами обычными, он увидел глазами сердца, он пошел за Иисусом, стал его учеником, единственный исцеленный, который последовал за Иисусом. Дорогие братья и сестры, многие христиане получили помощь от Господа. Ну, еще добавляю, что и многие посредственные люди в вере получили помощь от Господа, но за Иисусом иногда не последовали. Почему? Потому что не наступило вот это прозрение сердца. Прозреть вот в этом отношении означает иметь открытое сердце для Бога. Это значит осознать, уразуметь величие Бога, и не только величие Бога, но понять, что наше рождение это не случайность, это не ошибка с папой, с мамой, это Божий план, чтобы я и каждый из нас появился на этой земле, и у Бога для каждого из нас есть план, и есть цель нашей жизни. И очень хорошо, когда человек познал этот план, и эту цель Божию для своей жизни, постарался осуществить его, выполнить, тогда он получает благословение. Еще я о чем хочу сказать, вот о чем. Когда мы стремимся познать Божий план, и цель, и смысл для своей жизни, то надо учитывать следующее. Многим кажется, что если Бог призывает, тогда Божий план, и Божия цель остаются вот так и не иначе, то есть неизменны до конца жизни. Если у кого такое мнение, и вы смотрите на таких людей, и думаете, а у меня не так, не расстраивайтесь, это нормально, у меня тоже вот такое было представление, да вообще, я не думал, что Божий план, и цель для моей жизни будут как-то меняться, а оказалось, да, это правда, был период моей времени, когда меня интересовала очень сильно музыка, оркестр, хор, дирижерство и тем и другим, потом я оказался на служении в России, потом операция инвалидность после операции целый год, и потом вдруг я понимаю, что Бог ведет меня другим путем, для того, чтобы мне помочь, меня оперировали в Германии, верующие помогли, переводчик завез меня туда под руку, сделали операцию, на третий день выписали после операции, а уже до этого я две таких делал, я по месяцу лежал, страдал, мучиться, это ужас был какой, что я испытывал, и у меня страх, приеду домой, а вдруг поплохеет, а что будет, я этого переводчика прошу, слушай, поговори, чтобы меня верующие подержали недельки две, чтобы я окреп, а то наши врачи могут сказать, ну, едь туда, где оперировался, пускай они тебе помогут, понимаете, и такое могло быть, это ж только развалился Советский Союз, и вот меня привезли вечером в одну семью, и как раз на молитвенное общение, ну, он рассказал, все услышали, там по-немецки сказал, а старший дает мне Библию, тоже большую, вот похоже, как это немножко, ну, прочитай и приведи к молитве, и я ж-то понял этот прием, пока я прочитаю, пока я помолюсь, а не прочувствует мой дух, я улыбнулся внутренне, прочитал, встали на колени, вот подходит сосуд и говорит, ты думаешь, что ты сам сюда приехал? Нет, это я тебя привел сюда, чтобы здесь мне через тебя совершить волю мою, и так будет, аминь, я думаю, простите за это выражение, я повторю, как я думал, ну, что вы мне огородите, ну, подержите меня две недельки, я поеду домой, и я где-то какие-то дела буду делать за границей, за бывшим этим железным занавесом, который только-только разрушился, да не может быть, послушайте, я каялся, и теперь я свидетельствую во всеуслышание, я где-то 15 лет, и даже спустя 19 лет ездил туда, ни разу не просился, чтобы меня туда пригласили, это действительно Божий план был, быть там, потом эти поездки закончились, вдруг получаю приглашение за океан, и я ездил туда 15 лет, тоже не просясь никого, люди находили после знакомства деньги, покупали туда и обратно билет, и я служил в двух семьях, две сестры были, и живут они сегодня, я служил в их семьях, их родственникам, и в их церквях, и еще, ну, кое-где там поблизости получалось проповедовал в других церквях, на сегодняшний день и это закончилось, а что продолжилось, а на сегодняшний день я езжу по Белоруссии, ну, вот так Господь решил каждое воскресенье я имею возможность бывать в тех церквях, где 6, 15, 20, 30, 70 человек, и они так радуются, и я бы советовал, братья и сестры, вот услышав это свидетельство, я не люблю хвастаться, но я рассказал как пример, подтверждающий то, что у Бога планы не совпадают с нашим видением этих планов, иногда нам кажется, я от начала должен до конца моей жизни, ну, вот это делать, в некоторых случаях это есть, а в некоторых случаях по-другому, Бог меняет, периодами изменяет планы, цель для жизни человека, и вот представляете, что, вот тут-то надо осторожность, чтобы не возмутиться, не восстать, а принять этот план, у меня по-всякому было, я не понимал, да зачем, ну, не хочу больше рассказывать, так вот, заканчивая эту мысль о прозрении, еще одно хочу сказать, для того, чтобы человек понял, согласился с этим планом и целью для его жизни, то Бог помогает прозреть человеку, если вы хотите об этом узнать, прочитайте, пожалуйста, в книге Иова 33 глава с 14 по 30 стихи, я просто своими словами передам содержание, как Бог помогает прозреть, Бог говорит однажды, если не заметят, другой раз во сне в ночном видении открывает ухо и запечатлевает свое наставление, или третий раз, Он вразумляется болезнью на ложе своем, жестокою болью во всем теле, плоть на нем пропадает, душа отвращается от любимой пищи, и жизнь приближается к могиле, и там концовка такая, если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямый путь, Бог умилосердится над ним, и там написано, вот, все это, слушайте внимательно, три раза говорить однажды, сон приснится, болезнь приключится с человеком, Бог делает два, три раза с человеком, вот эти три случая, два, три раза, это шесть, девять раз, для чего? Чтобы просветить его светом живых, а это означает дать человеку бессмертие, чтобы он сердцем увидел это, не головой только понял. И вот для этого случаются такие проблемы. Дорогие мои братья и сестры, мы заканчиваем? Мы будем заканчивать это богослужение. Я хочу вам посоветовать, вот, прослушав вот эту историю с Вартемеем, и вот эти мои личные примеры, и то, что говорит Священное Писание, то, что я приводил, эти примеры из Слова Божия, прислушаться к себе, подумать. Да у некоторых возможность было подумать от своей жизни. Наступает время, наступает период, когда надлежит уже прозреть во многих вещах, многим верующим, покаяться, стать членом церкви, ходить сюда просто как, ну, действительный член, сознательно. Может, в это воскресенье, вот сегодня, надо покаяться. Знаете, что мы иногда ищем ответы на наши вопросы, а Давид говорит, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. И Бог вот такими методами, как я сказал, вот в Артемеях говоря, вот показывает путь жизни. Что еще надо? Сколько вы будете ждать некоторых? Я обращаюсь просто к некоторым. К некоторым. Мы будем сейчас молиться, мы будем благодарить нашего Господа за все, что мы пережили. Давайте мы все встанем. В этот момент есть возможность, есть время подумать, что сегодня я услышал один брат, пастор в церкви которого я был, сказал, братья и сестры, какое наставление вы получили, откровение для себя сегодня. И люди вставали и говорили об этом. Вы знаете, что откровение, прозреть, что Господь стучит в мое сердце, это нет лучшего, если вы это откровение получите, это благословение на всю жизнь, это радость, и мы будем молиться. Еще что, в этой молитве заключительной, вот, мы будем молиться за нужды. Братья служителя прочитали сущность содержания этих молитв. Здесь написаны просьбы о нуждах, о решении, о благословении, здесь написаны благодарности, и мы будем благодарить за то, что Бог однажды стучал в наше сердце, достучался, и сегодня мы дети Божьи, это большая радость, это большое благословение, молимся, Отец Небесный, во имя Иисуса, мы обращаемся к Тебе, святой и милостивый Господь, Ты Бог всемогущий, Господи, Ты подарил многим жизнь, и сегодня они празднуют день рождения, и не один, а некоторым не суждено было в этом году отметить, поблагодарить Господа, пусть это будет время, Господи, когда мы будем благодарны Тебе, и пусть Церковь Христова вместе вознесет молитву благодарности за эти дни рождения, за это благословение, столько милости, Господи, Ты сотворил в моей жизни, и я просто говорю об этом, и многие стоящие здесь, в этом зале, еще не осмеливаются идти вперед, поблагодарить Господа, и получившие прозрение, Господи, продолжай стучать, продолжай, Господи, тревожить, Господь, чтобы и прославился Ты всемогущий Бог, Дух Святой, Ты касаешься сейчас, издан на лайт на баракасту фатэгент мэмэй, Аллилуйя, Господь, Аллилуйя Тебя живому всемогущему, слава, Ты, Господи, не только умер, но Ты воскрес, Ты воскресил нас к новой жизни, к новому упованию, и мы, Господи, послушали Тебя, Господь, ответим на Твой призыв, Господь, и теперь Ты стучишь во многие сердца, и уздамбалейт это пока скаратаном дзвенет нохо фальшну, Господи, я не знаю, что Ты говоришь, но я верю, что Ты проговариваешь в этот момент к сердцам народа Твоего здесь, в этом зале, и по интернету к тем, которые слушают, Господи, Ты живой, Ты достигаешь на расстоянии, потому что для Тебя нет преград ни временных, нет преград ни физических, материальных, Господи, продолжай действовать, сокрушай наши сердца, освобождай, Господи, от зависимостей алкогольных, наркотических, никотиновых, Господи, зависимостей игровых, освобождай народ Твой от любого вида греха, прозреть, Господи, увидеть величие Твое в своей жизни и получить понимание, что Ты всемогущий, это великое счастье на земле, и Ты стучишь, Господи, в наши сердца, Ты это делаешь два-три раза с человеком, как написано в Твоем Слове, Господи, продолжай стучать в наши сердца, чтобы этот на стук ответила душа, ответил человек, потому что открыть дверь принадлежит, дверь сердца принадлежит человеку, ручка-то у него с его стороны, о Господь великий святой, наполняй, наполняй, бустанта манамайц, ваталайет, ловлехет тубова, Аллилуйя, тревожь, Господи, наши сердца, тревожь, Господи, наши сердца, Ты отвечаешь теперь на наши молитвы, Ты меняешь сердце людей, Ты открываешь, Господи, источник жизни в человеке, и там начинают источники воды живой питать душу человека и тело, Господи, благодарю Тебя, благодарю Тебя за то, что Ты всемогущий Бог, Ты, Господи, умеешь с нами разговаривать, Ты умеешь достучаться, и я радуюсь тому, что Ты, Господи, стучишь и в мое сердце, и стучал, это великое благословение, Господи, хотя это нелегко было прозревать, но это милость Твоя, это радость моя, это радость каждого человека и каждого вышедшего сюда наперед для молитвы, Господи, благослови, чтобы раз навсегда прозрели и держались путей Твоих, чтобы как в Артемеи прозрел и пошел за Тобою, Господи, да не уйдет никто, кто познал Тебя однажды, да не уйдет от Тебя, я благословляю, чтобы истина Твоя проникала все больше и больше, не только в разум, в душу человека, но в дух его, Господь, чтобы все оказалось под властью Твоею, под влиянием Твоим, Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты благословил вот эти нужды, которые писали в отчаянии, с желанием получить ответ, Господи, Ты спаси тех, о которых молятся, просят домашние, близкие, войди в дом, как спаситель, как господин, Господи, освободи от всякой зависимости, от немощи, пошли, Господи, решения наших нужд, Господи, я молю Тебя, благослови молодых людей и жениться, и выйти замуж, Господи, благослови иметь жилища, дом, квартиру, Господи, Боже, Ты открываешь источники для решения этих проблем, и я благословляю каждого, кто хочет решить свои проблемы, чтобы они доверились Тебе, прозрев, Господи, пусть даже один раз это прозрение пережили, да не забудут никогда, и пусть прозреют навсегда, и с сердцем, и пойдут за Тобою и славится Твое великое святое имя, Господи, за это служение мы благодарим Тебя, Ты говорил к нашим сердцам, Ты Бог всемогущий, Ты умеешь говорить, а человек может услышать, Господи, славим Тебя, поклоняемся Тебя, прими хвалу и благодарение, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь. Благослови вас, Господь.